Согласно представителям правительства Армении, в отношениях Турции и Армении с каждым днем наблюдаются новые позитивные сдвиги. Якобы все идет к тому, что страны в конце концов ладят противоречия, забудут давние обиды и заживут самой что не есть благожелательной и мирной соседской жизнью. В доказательство этих радужных перспектив приводятся совместные работы по подготовке к эксплуатации пограничного пункта Маргора, строительству моста между Ширакским Марзом и Карской областью, налаживанию неких дипломатических контактов и связей, которые, как нас уверяют, вскоре перерастут в полноценные отношения, и так далее. И главное, расписывая весь этот позитив, армянские власти всякий раз с особым усердием акцентируют нарратив, согласно которому Турция заинтересована в установлении дружеских взаимоотношений не меньше, чем Ереван, а то и больше. Дескать Анкара, вынужденная 30 лет враждовать с Арменией из-за недоразумения под названием Карабахский конфликт, ныне уже не обременена обязательствами перед Азербайджаном и может спокойно вкушать плоды добрососедства с Арменией. Мол, еще немножко, еще какая-то малость с работами под элимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы, и Турция, заливаясь слезами счастья, широко раскроет армянам дружеские объятия. Адекватная часть армянского общества, естественно, никогда не купится на эти фальшивые тезисы, упаси Господь любой народ от объятий Турции, и армян, в первую очередь. Вековой опыт многократно доказывал нам их удушающую хватку и последствия, исторический коматоз, выходить из которого приходится страшно долго и болезненно. Уж лучше держаться от Турции и ее объятий как можно дальше. Однако речь в данном случае не об этом. Допустим на минуту, что нормальные армяно-турецкие отношения теоретически возможны и что власти Армении не без оснований надеются на прогресс на этом пути и очень хотят этого. Но хочет ли прогресса сама Турция, даже с учетом того, что может получить в награду и армяно-азербайджанский мир на условиях Баку, и удаление Арарата с армянского герба, и смену Конституции Армении и забвение геноцида. Практически половину этих условий Николовцы с большим рвением выполнили, вторую намереваются также удовлетворить любой ценой. Логично было бы предположить, что если Пашинян и Ко обязались строго до мелочей выполнить все предусловия Анкары, то и последняя, в свою очередь, хотя бы с точки зрения обыкновенной рациональности, должна демонстрировать хоть какие-то позитивные ответные шаги, призванные помочь Пашиняну убедить армянское общество в целесообразности и, главное, возможности добрососедства и мира. На самом деле властям Армении весьма трудно дается выполнение турецких запросов, а общество в подавляющем большинстве своем их не приемлет. Почему же в таком случае Анкара не хочет подсобить своему клиенту аккуратными методами? Ведь для этого вовсе не нужно изобретать велосипед. Возьмем, к примеру, гуманитарный вопрос. После случившегося в февраля 2023 год. Сильного землетрясения в Турции Пашинян сразу же распорядился выслать в зону бедствия несколько фур с гуманитарной помощью пострадавшим, а также направил туда армянских спасателей. Опустим здесь морально-гуманистическую сторону вопроса, отметим лишь, что февральская катастрофа стала удобным поводом для Еревана показать Турции свой дружеский настрой и найти идеальную площадку для взаимодействия. Что позволило бы естественным образом переместить чисто политический вопрос армяно-турецкого примирения, в низшие слои Турции и сделать его достоянием общественной повестки. Однако Анкара тогда весьма холодно отнеслась к Пашиняновской инициативе и откровенно неохотно упоминала Армению в числе стран, первыми пришедших на помощь пострадавшим от землетрясения. В некоторых же случаях Армения вообще не упоминалась. Более того, в последнее время все окончательно убедились, что Турция вообще отрицательно относится к гуманитарной дипломатии как к способу укрепления двусторонних связей. Во всяком случае, в отношении Армении это проявилось как нельзя более наглядно. В начале июня армянские области Лори и Тавуш превратились в зону бедствия из-за паводка и наводнений. Погибли люди, многие населенные пункты оказались отрезанными от мира, были разрушены десятки мостов и магистралей, жители оказались лишены электричества, газа, питьевой воды и продовольствия. Практически все соседние страны откликнулись на эту беду, Грузия, Россия, Иран. И если с Азербайджаном все понятно, то в случае с Турцией, якобы готовящей сенсацию века, примирения с Арменией, возникает большой вопрос. Исходя из неоднократно озвученных Ереваном громогласных анонсов о грядущем налаживании отношений, было бы естественно ожидать, что Турция направит в соседнюю страну пару грузовиков с гуманитарной помощью, а в дополнение снарядит хотя бы одну бригаду спасателей или дорожно-ремонтную группу. Это было бы воспринято народом Армении с пониманием, население бедствующих областей выразило бы свою благодарность. Наконец, Пашинян получил бы достаточно сильный козырь, которым постоянно размахивал бы перед носом оппозиции, реваншистов и антитуре цеких кругов. Но ничего подобного не произошло, не было ни турецкой помощи, ни даже ее формального предложения. Анкара осталась равнодушной к идее использования стихийного бедствия для формирования в Армении своего дружелюбного имиджа, а также лишила Пашиняна блестящей возможности одержать моральную победу в противоборстве с внутриполитическими оппонентами и общественными кругами. Это всего один пример, весьма показательно вскрывающий суть игры Николовской команды, в одни ворота. А значит, очень может быть, что политика тотальных уступок, проводимой властями Армении, вовсе не нужна Турции. Не нужны ей ни армянский герб без Арарата, ни армянская конституция без преамбулы, ни даже забвения геноцида. Нужна Армения, без герба, без конституции, без потомков этого самого геноцида и, конечно, без самого Пашиняна. Турции нужна Армения как территория, и только. Вот и получается, что впервые по символическому мосту будущей дружбы в Маргаре в одну сторону проехали фуры с гум-помощью, а в другую в ответ должны проехать уже танки с полумесяцами на башнях. Такова задумка Анкары, все остальное, пустопорожние разговоры.